Риску с заполиванием подвержены маленькие дети. Животное является бомбой замедленного действия. Все-таки лучше мясо давать термически обработанным. Я в целом сторонник сухих кормов. Всем добрый день, я Маша. И сегодня мы будем говорить о том, можно ли кормить котов и собак сырым мясом. Ответы нам даст доктор, гастроэнтеролог, диетолог, конечно же ветеринар Евгения Маковская. Добрый день всем. Евгения, я сразу вам скажу, что я иногда кормлю свою кошку сырой говядиной из морозилки. Чем это может обернуться нам? Что касается кормления сырым мясом, непосредственно перемороженным, термически не обработанным, это всегда осознанный риск владельцев. Не все владельцы понимают, что заморозка в принципе не избавляет мяса, не делает его стерильным. Бактерии, споровидные бактерии, они очень прекрасно переносят низкие температуры. Если взять иностранных исследователей, которые занимаются этим вопросом плотно, собаки и кошки, которые получают сырые рационы, они скалом выделяют микрофлору. В этой микрофлоре зачастую содержатся и сальмонелла, и бактерии группы клостридий, которые, во-первых, могут обладать токсигенностью для людей, во-вторых, они обладают определенной устойчивостью ко многим антибактериальным препаратам. Это тоже становится проблемой в нынешнее время. И вот в таких случаях, во-первых, риску заболеваний подвержены маленькие дети. Это в первую очередь и люди, которые с иммуносупрессивными заболеваниями могут быть, то есть те, которые, допустим, получают химиотерапевтические препараты. Возможно, имеют какие-то болезни нарушения иммунной системы. И проблема в том, что мы не осознаем серьезности всей этой, всего происходящего, будем так говорить. То есть животное здорово, животное выглядит идеально, прекрасно, но при этом животное выделяет, является бомбой замедленного действия. И не зависит наличие инфекции от того, какое это мясо, курятина, свинина или же говядина? Наличие инфекции не зависит от того, какое мясо, степень обсемененности. В принципе, бактерии, они живут на любом виде мяса. Это может быть курица, говядина, свинина, неважно, хоть конина, кролик. В любом случае, бактериальная флора, она фактически из окружающей среды берется, в процессе переработки мяса. Со свининой риск немножко другой. С сырой свининой мы можем занести болезнь АОЭСКИ. Это псевдобешенство, это смертельное заболевание, которое не лечится у животных. И, к сожалению, несмотря на то, что у нас заявлено, что страна вроде бы как свободная от АОЭСКИ, все равно периодически вспышки бывают. А если курятина сырая, какие там риски? Бактерий каких-то специально живущих не существует. Именно отдельно у мяса птицы, будем так говорить. Но кроме сальмонеллеза, возможно, чуть больше риск сальмонеллы. Чем лучше кормить? Исключительно мясо птицы для кошки это не очень хорошо. Ну а риски в плане бактерий те же самые, паразиты тоже. Во-вторых, все-таки лучше мясо давать термически обработанным. Хорошо, если хозяин периодически докармливает свою собаку или кошку сырым мясом, говядиной и курятиной, например, и это может быть животное как на сухом корме, так и на обычной еде, что нужно делать? Прогонять глисты раз в три месяца или это все равно не поможет? В идеале деграматизация должна проводиться каждые 4-8 недель. То есть это даже не раз в три месяца, это, грубо говоря, раз в месяц, ну полтора-два месяца. Ошибка самая основная, если животное получает сбалансированный рацион и мы добавляем туда еще кусок сырого мяса, тогда этот рацион нужно пересматривать на предмет избыточного количества белков и в том числе фосфора. Особенно это касается кошек пожилого возраста, у которых есть риск развития хронической болезни почек. Если у вас прямо сейчас возникают вопросы, пишите их в комментариях. И мы зададим их Евгении и сделаем еще одну программу. И, конечно же, не забудьте подписаться на нас, будете первыми знать о наших новых сюжетах. Не скупитесь на лайки. Следуем дальше. Если вы сказали термически обработанное мясо, что это значит? Что такое термическая обработка, которая бы позволила уже не заболеть хозяину и животному? До приготовления мяса до его готовности. Его не нужно вываривать до состояния резиновой подошвы, то есть это не полтора-два часа однозначно, просто до готовности мяса. Если мы, допустим, варим кашу с мясом, при приготовлении каши углеводы необходимо разваривать очень хорошо, для того, чтобы они усваивались полноценно у собак и у кошек в том числе. А вот мясо мы уже в середине где-то готовности каши, докладываем мясо и готовим таким образом. А обдать кипяточком тоже не поможет? Обдать кипяточком не поможет, потому что на поверхности то, что мы имеем, мы, возможно, и смоем частично, но в любом случае на определенной толщине мяса все равно есть бактерии, они не просто сидят на поверхности, они проникают в толщину. То есть это бессмысленная просто процедура обдать кипяточком. И такой вопрос уже как к гастроэнтерологу вам конкретно. Опять же, был у меня кот, который был на сухом корме, сейчас кошка у меня на натуральном питании. И одинаковые были ситуации. Во-первых, они все любят говядину, чувствуют ее запах, наверное, это для них как мышка. Они с ума сходят, дай-дай-дай-дай-дай. И если даешь много говядины, начинается, вырывают они ее рвота. И у одной кошки, и у второй. Я поняла, что надо дать два кусочка, не больше. Что происходит? Почему это рвота? Собаки, кошки, они не жуют, но они мясо отрывают на те куски, которые они способны проглотить и которые их желудок может обработать без проблем. Если эти куски были достаточно крупные, вполне возможно, что рефлекторно вызвал, акт рвоты вызван. Возможно, были какие-то на тот момент проблемы с желудочно-кишечным трактом и произошло такое, да, то есть сырое мясо, оно может иногда вызывать рвоту, иногда диарею, если это мясо, допустим, грубое по качеству, будем так говорить. В таких ситуациях лучше резать на небольшие кусочки и давать малыми порциями. И теперь мы подошли к правильному питанию. Если мы все-таки стараемся сварить мясо, то же самое, сварить курятину, сварить говядину, нужно ли докармливать кота или собаку, когда он ест сухой корм, отварным мясом иногда? В плане докармливать, если смотреть на смешанное питание, то есть не докармливать, есть просто владельцы, которые хотят кормить и кормом, и натуралкой. В таком случае мы должны придерживаться определенного режима, то есть в определенное время дня, суток. Животное получает, допустим, с утра сухой корм, вечером получает рацион натуральный. Количество сухого корма и рацион натуральный, во-первых, рацион должен быть сбалансирован. Это не должен быть просто кусочек мяса, да, это определенный балансированный рацион. Плюс сухой корм мы должны уменьшить, соответственно, пропорционально тому мясу, тому натуральному питанию, которое будет получать животное. Если чисто побаловать, это могут быть небольшие кусочки отварного мяса, но опять же всегда нужно учитывать. Для нас небольшие, иногда владелец, особенно если это мужчина 2 метра ростом, берет горсточку своей ладони и говорит, это же немного. Но то, что для него немного, это очень много для кошки по факту, или для маленькой собаки. Поэтому мы должны учитывать, что для кошки или для маленькой собачки это буквально 1-2 кусочка, которые мы можем дать в виде поощрения или лакомства. Я в целом сторонник, наверное, все-таки сухих кормов. Ничего страшного нет, если животное питается сухим кормом. Очень важно у кошек следить за потреблением воды. Потому что, в принципе, к развитию мочекаменной болезни приводит не сам корм, а то, что кошки зачастую пьют очень мало жидкости. Почему я не очень сторонник натуралки? Кошки, они по природе своей так устроены, что они должны в течение суток есть часто и понемногу. С помощью натурального рациона мы им чаще всего не можем этого обеспечить, особенно в летнее время, потому что оставлять еду на полдня, допустим, или на целый день натуральную мы не можем. Она быстро прокиснет, собственно, кошка ее либо вообще не будет есть, либо же получит какие-то расстройства, нарушения работы желудка, кишечника. Сухой корм в этом плане наиболее оптимален. Мы оставляем определенное количество в мисочке, либо же сейчас в моду входят вот эти все игрушки, в которых мы ложим корм. И кошка, играясь, имитирует охоту и добывает эти корминки. Берем кошку, которая на натуральном питании. Что это за натуральное питание должно быть? Мы для кошки должны предоставить мышку. То есть мы берем разные части мяса, субпродукты, разные виды. То есть это может быть как белое мясо, так и более мышечное, тоже там бедро. Каждый участок, грубо говоря, в той же говядине или свинине, он обладает разной степенью жирности, калорийность. Рациона, в принципе, мы должны обеспечить жирами. Плюс кошка должна обязательно получать жирные сорта рыбы, для того, чтобы обеспечить той же самой арахидоновой кислотой, которую у кошек поступают только извне. Они ее не синтезируют самостоятельно. А по рыбе как раз хотелось задать отдельный вопрос. У меня не разделяются. Кто-то говорит, нельзя кормить рыбой, но мы же видим по своим котам, что они с ума сходят, когда ты что-то делаешь с рыбой. Поэтому, очевидно, она им все-таки требуется. Скажите сразу, что делать, кормить ли рыбой? Рыба в рационе должна присутствовать обязательно. Она содержит, опять же, в себе те аминокислоты, которые из мяса животное может не получить. Рыба должна быть хорошего качества. Это все-таки, во-первых, жирные сорта рыбы, возможно, морская рыба. И обязательно рыбу также необходимо термически обрабатывать, потому что большое количество рыбы имеет паразитов. У нас даже иногда, покупая, грубо говоря, в метро рыбу, можно найти в ней сюрпризы. Поэтому сырой рыбой не рекомендую кормить. Что касается речной рыбы, это вообще табу, потому что у нас очень много аписторхоза. Аписторхи – это паразиты, которые паразитируют в желчевыводящих путях у кошек. И люди этим болеют тоже, соответственно, можно заразиться. Даже если начать с того же хека и выше, то почему бы нет, пожалуйста. С нами была Евгения Амаковская, аспирант кафедры ветеринарии Днепровского аграрного университета, гастроэнтеролог, диетолог, ветеринар с большим стажем работы. Задавайте все свои вопросы, которые у вас остались. Пишите их в комментариях. Не забудьте подписаться на нас. Не жалеете лайков. Если вам было интересно и будут еще вопросы, мы обязательно сделаем еще одну программу. Но сейчас мы не прощаемся. Не отключайтесь. Впереди смешные коты. Наша рубрика Funny Cats. Утро доброе. Идите жрать, пожалуйста. А жрать-то и нечего. И куда дичь подевалась? Охотится на кого? Красивый шарик. Да, Альфуш? Да при чем здесь шарик? Мне его хвостик скрученный нравится. Пожевать можно. Ой, а что это за праздник? Пошли играть. Зачем тебе это 8 марта? О, я спортсмен. Я смогу. Мягкотища. Булочки мои любимые. А мне нравятся ноги. Ах, вернее халат. Ай, ну, 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 че, че так пахнешь? О, валерьянка, что ли там у тебя внутри? Сейчас я вам устрою. Подай, говорю, подай. И ты. Вались уже. Бумс. Бумс. Алиса. Это что такое? Ну вот как ты могла поместиться в кастрюльку? Скажи, пожалуйста. Сплю я. Не буди. Может, тебе еще на солнышко поставить? Вот сюда вот. Да, подремлю я еще. Бумс. 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 Продолжение следует...